Валяние Валяние Смысл валяния в том, что волокна шерсти сваливаются, уплотняются посредством воздействия влаги и мыла, если это историчный вариант валяния, либо какого-то другого вещества, или благодаря игле в современном рукоделии, и возникает изделие. Это может быть изделие плоское, может быть объемное. В случае, если это мокрое валяние, это могут быть бусины, какие-то плоские предметы, могут быть объемные вещи, такие как валенки, шапки. Собственно, именно таким валянием и занимались наши предки. Валяние является традиционным промыслом для региона Куликово поле, да и для Тульской губернии. В деревнях были целые большие артели, где валяли валенки, шапки, сукно. Так что в данном случае мы обращаемся в первую очередь к традициям Куликово поле. Ну и, конечно, к современному рукоделию, которое очень актуально и интересно нашим посетителям. В процессе наших встреч мы будем говорить и о мокром валянии, об историчном, и освоим некоторые приемы, и о сухом валянии. Первое наше занятие будет посвящено просто свойствам шерсти. Если вы решили заняться валянием, вы должны понять, с каким материалом и с помощью чего вы работаете. Можно, конечно, находить шерсть естественных цветов, ту, которую, может быть, продают люди в деревне, те, кто разводит овец, но вам придется с ней достаточно много работать, промывать, прочесывать, подготавливать. Можете вы и выбрать шерсть для валяния. Это самый простой путь для современной рукодельницы. Такая шерсть может быть самых разных, ярких, привлекательных цветов. Она продается в магазине. Она может быть разного качества, грубая или тонкая, абсолютно доступна и подойдет и для мокрого, и для сухого валяния. Если вы отдаете предпочтение мокрому валянию, помимо шерсти, воды и мыла, со временем вам понадобятся еще специальные приспособления. Это могут быть специальные заготовки формы, так сказать. Это может быть специальная пленка и сетки для валяния. А также многие рукодельницы пользуются виброшлифовальной машинкой для того, чтобы поберечь свои руки, поскольку валять объемные вещи очень тяжело вручную. В старину же для этого использовали специальный рубель или рубель, по-разному говорят в разных регионах. Он мог быть деревянным, либо деревянный с металлическими планками, для того, чтобы удобнее было валять. Ну и если это была сухновальня, то там еще были специальные валяльные скамьи, огромные чаны с горячей водой, либо валяли в банях. Если же вы решили заняться сухим валянием, вам понадобятся также специальные приспособления. Но само по себе это рукоделие гораздо проще для человека, проживающего в квартире. Его еще называют рукоделием на коленках. Что вам будет нужно? Ну, во-первых, как основа специальная щетка. Такая щетка продается в магазинах для рукоделия. Либо вы можете заменить ее губкой. Обычной хозяйственной губкой, правда она очень быстро придет в негодность. Либо губкой для валяния тоже специализированной. Щетка, конечно, более долговечная и удобная. Вам нужны будут иглы для валяния. Что они представляют собой? Очень часто на мастер-классе задают вопрос, а можно дома закончить работу обычной иголкой? К сожалению, нет. Иглы для валяния были изобретены в 20 веке. Предположительно в Германии, но точной информации, к сожалению, нет. Представляют они собой вот такую маленькую иголочку, остренькую, зарубками на конце. Именно благодаря этим зарубкам и перепутываются волокна шерсти. Иглы бывают самых разных видов. Для первоначального сваливания подходят одни номера, для финишной работы другие. И если вы купили импортные иглы, то вы можете начинать валять 36 номером, продолжать 38 и завершить финишную обработку изделия 40 или 42. Также вы можете увидеть название «Игла треугольная», «Звезда крученая». Что это означает? Это означает, что в сечении игла имеет форму треугольника, либо четырехконечной звезды, либо она еще дополнительно имеет вот такую крученую форму, и потому спутывает волокна шерсти еще лучше. Ну и помимо этих видов, есть еще иглы обратные, то есть те, которые не сваливают шерсть, а позволяют создать эффект меха, пуха на животном, то есть вытаскивают волокна наружу. Есть иглы корона, которые не проваливают изделие, но позволяют вмонтировать, вживить, например, волосы кукли или также вот какой-то мех животному. Поэтому будьте внимательны, когда вы приобретаете иглы, чтобы не было сюрприза, когда вы начинаете валять, а с изделием происходит что-то, чего вы совсем не ожидали. Рекомендую вам начинать с простых треугольных игл. Если это отечественные, вам понадобятся номера 60, 50, 70. Если импортные, как я сказала, с 36 или 38 по 40 и 42 номер. Вот это и есть самое основное оборудование для работы. По крайней мере, то, что позволит вам немножечко попробовать свои силы в сухом валянии. Если вы предполагаете изготовление плоских изделий, вам поможет вот такое устройство, которое называет многоигольник. Обычно он включает в себя 7 игл, точно таких же. Если что-то произошло с одной из иголочек, вы всегда можете заменить. Многоигольник идеально подходит для изготовления плоских изделий. К сожалению, на объемной фигурке он нам ничем не поможет. Но может помочь специальная валяльная машинка. Если вы очень увлеклись этим рукоделием, у вас большие объемы, вы можете приобрести такую машинку, которая принесет облегчение вашим рукам и ускорит работу. Итак, это основное о материалах. А теперь шерсть. В программе нашего музея есть занятия, которые мы называем «Сказочная шерсть». И много других занятий, посвященных текстилю. Итак, если говорить о свойствах шерсти, что мы можем с нею делать? Самый простой и легкий вариант, который был доступен, скажем так, даже первобытным людям, это просто взять шкуру животного, обернуться ей и будет тепло. Следующим этапом после этого, логически, было бы взять эту шкуру, состричь, как, например, состригают совечки, и она уже на самом деле будет немного свалена. То есть ее можно даже уже и применять. Но если прочесать эту шерсть и промыть, можно создать очень хорошие, качественные валеные изделия. Некоторые исследователи считают, что валяние возникло прежде, чем ткачество. Ну а также, если эту шерсть подготовить к работе, можно из нее прясть с помощью веретена. Возможно, вы уже знакомы с серией наших мастер-классов, посвященных качеству. Там я подробно рассказываю о том, как можно спрясть шерсть с помощью веретена или самопрялки. В процессе скручивания, сейчас я покажу это подробно, шерсть превращается в такую своеобразную ниточку. Обязательно попробуйте это сделать, прочувствуйте, как возникает такая ниточка. Это поможет вам в работе. Вот такие элементы поведения мы очень часто включаем в изготовление игрушек на наших мастер-классах. Это позволяет создать особые эффекты. Эффект пестрых перьев, допустим, эффект шкурки животного и так далее. Конечно, если мы скрутили и отпустили вот эту прядь, она раскрутится. Но если мы ее скрутили и под воздействием влаги еще дополнительно подержали, или даже просто покрутили пальчиками, она уже начнет сохранять форму. И, возможно, ваша фантазия подскажет вам, что это, допустим, хвостик животного и так далее. Итак, одно из свойств шерсти превращается в ниточку под вот таким механическим воздействием в процессе скручивания. Следующее свойство шерсти – это возможность сваливания под воздействием влаги. Это и есть мокрое валяние. Мокрое валяние позволяет нам создавать, как я уже говорила, элементы костюма. А у нас есть особые мастер-классы, когда мы делаем миниатюрные шапочки, валенки. И даже можно сделать куклу, и этой кукле тулупчик. Либо, если у вас нет возможности пройти серию мастер-классов, свалять вот такую маленькую куклу. А в старину, конечно же, валяли одежду полноценную таким образом. А современные рукодельницы посредством мокрого валяния создают эксклюзивные бусы, очень интересные элементы костюма с аппликацией, с включением волокон, вискозных, шелковых, всевозможных перьев, ниток и так далее. То есть фантазия просто не ограничена. Мы с вами попробуем сделать в технике мокрого валяния бусину и в технике сухого. Как же можно сделать эксклюзивную бусину? Если уж вы решили заняться валянием, порекомендую вам еще приобрести две пуходерки. Это очень удобный инструмент для смешивания шерсти разных цветов. Предположим, я хочу сделать очень интересную цветную бусину. Возьму шерсть разных оттенков. Каким образом мы отрываем кусочек шерсти? Очень часто, когда приходят люди на мастер-класс, они пытаются изо всех сил оторвать кусочек, и у них ничего не выходит. Шерсть очень хитрый материал. Она не любит грубости. Нужно просто взять и потянуть за хвостик. И она тут же поддастся как можно ласковее. Кусочек бирюзовой шерсти, кусочек зеленой шерсти. Ну и допустим, я добавлю в эту бусину еще вот такого чудесного цвета, светло-бирюзового. Ну и, наверное, не хватает немножко солнечных ноток. Я выберу еще чуть-чуть вот такого оранжевого цвета. Для того, чтобы смешать разные цвета, мы прочесываем шерсть с помощью двух пуходерок. А в старину использовали особые деревянные карточки, или их называли карда, с железными гвоздями для прочесывания шерсти. Итак, если я буду прочесывать, как бы держа в разных направлениях пуходерки, шерсть смешивается. Если я разверну ручки в одну сторону, шерсть переходит на одну из пуходерок. Вот так кардочками в старину и прочесывали шерсть. Есть даже такое название кардочес. Это означает, что шерсть прочесана специальным устройством карду. Но современное устройство уже, конечно, механизированное и совсем не похоже на те кардочки, которыми пользовались бабушки в деревнях. Итак, шерсть прочесана. Посмотрите, какой замечательный радужный перелив у меня получился. Очень хорошо смешивать таким образом шерсть для мокрого валяния. Итак, сначала создадим бусину в технике сухого валяния. Я выберу одну из игл, 38 номер, крученую. Крученые иглы не всем нравятся, но я отдаю предпочтение именно такому инструменту. Плотно сворачиваем шерсть. Чем плотнее мы ее удерживаем, тем легче будет ее зафиксировать и свалять бусину. Можно валять на воздухе, то есть просто держа в руках. Можно валять, как я сейчас, на щетке или на губке. Не переживайте, если первое время иголочка у вас будет попадать и ранить ваши пальцы. Это на самом деле ничего страшного. Координация со временем улучшается. Развивается мелкая моторика. И вы все реже и реже будете попадать по собственным пальцам. Валять на щетке достаточно удобно и более безопасно. Но валять в воздухе мне нравится гораздо больше, потому что я ощущаю форму изделия. И обязательно прощупываю пальцами, хорошо ли провалено изделие. И вот бусина наша начинает формироваться. Если бусину мы изготавливаем именно в такой технике, нужно быть очень внимательным, чтобы она была со всех сторон ровная. Это очень похоже на процесс изготовления изделия из глины. Только там мы воздействуем пальцами и моментально формируется, например, бусина или игрушка. Здесь же нужно очень-очень долго формировать эту бусинку, запастись терпением. И запомните, что там, где мы втыкаем иголку, шерсть сваливается плотнее. Как я уже говорила, сухое валяние – это современный вид рукоделия. Хотя принципиально происходит точно то же самое, что и в процессе мокрого валяния. То есть перепутываются волокна и моделируется форма. В мокром валянии нам нужны какие-то, допустим, болванки, если это шляпка, или колодки, если это валенки. В сухом валянии мы должны сами стараться формировать нужный образ, форму и так далее. И вот моя бусина уже на грани готовности. Хотя можно еще очень долго полировать изделие. С помощью шерсти можно имитировать, например, бирюзу. Вот эта бусина будет похожа вполне на натуральную бирюзу. Только она будет мягкая и пушистая. Можно имитировать какие-нибудь фрукты или ягоды, овощи. Тут вас ограничивает только ваша фантазия и светошерсти, которые вы приобрели. Можно ли красить шерсть самому? Конечно, можно. Можно использовать для этого магазинный краситель. Хотя она немного сваляется после окраски. Итак, мы сделали вот такую яркую бусину с помощью сухого валяния. Попробуйте повторить этот эксперимент сами дома. А если он у вас удался, вы можете потом прийти к нам на мастер-класс и попробовать сделать более сложную фигуру. У нас реализуется программа, которая называется «Животный мир Куликового поля». И с помощью сухого валяния мы создаем самые разные игрушки. Фигурки животных, птиц, насекомых, тех, кто живет на Куликовом поле. Многих из наших героев вы видите здесь. Конечно, создать полноценную валенную скульптуру, как иногда говорят, или валенную фигурку, за полтора часа, то есть 90 минут учебного занятия, достаточно сложно. Но я стараюсь упростить задачу и разрабатываю особые авторские программы, которые позволяют нам, проваливая отдельные элементы, создавать реалистичную фигуру. Ну а те, кто постоянно посещает наши мастер-классы, обязательно имеют дома иглы для валяния. И если хотят что-то доработать, они могут это дорабатывать впоследствии самостоятельно, уже освоив технику. В процессе наших мастер-классов мы с вами также будем осваивать разные приемы и сделаем несколько фигур животных. А теперь о мокром валянии. Давайте выберем шерсть для бусины, которую мы изготовим в технике мокрого валяния. Пусть она у нас будет яркая, зеленая. Немножко добавим вот такого болотного цвета. Немножко изумрудного. Как узнать, какого размера будет бусина в результате? Нам нужно взять в руки шерсть и плотно ее сжать. Вот какого размера у нас получился комочек такого и станет в итоге бусина, если мы ее хорошо проваляем. Я бы сказала, что эта бусинка маловато. Мне кажется, не хватает каких-то ярких оттенков. Давайте добавим еще немного оранжевого. И вот такого яркого зеленого. Теперь наша бусинка будет гораздо крупнее. Итак, для того, чтобы свалять бусину в технике мокрого валяния, нам понадобится шерсть, мыло и вода. Я покажу самый простой способ. То есть валяние с помощью исключительно рук. Также можно сваливать в стиральной машинке, например, в стакане и так далее. То есть тут могут быть самые разные варианты. Итак, вода должна быть теплой. Хотя в завершении изготовления бусины можно применить контрастный душ. Очень удобно это делать в городской квартире, где есть холодная и горячая вода. Вы очень хорошо промоете вашу бусину. Мы с детками обычно изготавливаем бусину следующим образом. Сначала немножечко катаем в ручках, формируем шарик. Потом его увлажняем и немножечко на него добавляем мыло. Многие мастерицы используют смесь воды и мыла. А некоторые даже просто пену, смешав воду и мыло, вот только с помощью пены сваливают. В моем случае вот этот способ оказался самым продуктивным. Потому что даже для деток детского сада вот это наиболее доступно и удобно. Итак, мы покатали бусинку в руках и она начала формироваться. Пока бусинка мягкая, нужно ее катать очень аккуратно, чтобы она у нас не сплющилась. Затем, если она чуть подсохла, можно добавить воды. Мы начинаем ее сжимать сильнее. Чем плотнее бусина, тем сильнее мы сжимаем ее в руках. Сильнее и сильнее. И бусинка наша сваливается. А вот если вы задумаетесь делать целое ожерелье, то скорее всего ручки ваши устанут. Потому что мастерицы, которые делают много бус, просто слегка сваливают бусины. Затем закладывают в мешок для стирки и отправляют в стиральную машинку. И у них тоже получается очень замечательно. А можно такие бусинки поболтать в стакане, и они тоже сваляются. И еще в магазинах продается специальное устройство для изготовления буса. Оно похоже на молоточек. Это такой небольшой пластиковый контейнер, внутри которого можно поместить бусинки. Вот, очень весело ими греметь, и они будут сваливаться. Но если вы только пробуете, то для вас самый доступный способ вот этот. Можно еще сваливать с помощью жидкости для мытья посуды. Она очень хорошо пенится. С помощью шампуней. Многие любят валять своим любимым, допустим, гелем для душа, чтобы этот запах их всюду сопровождал. Представляете, как приятны бусы, которые еще и пахнут вашим любимым гелем для душа. Итак, наша бусинка стала плотной. И, как видите, очень здорово уменьшилась в размере. Далее наша задача хорошенько ее промыть, отжать и отправить сохнуть на солнышко или на батарейку, если это зима. Но можно сделать не только бусину. Можно сделать, например, вот такую имитацию камня. А можно сделать сумочку. Или, как я говорила, валенки миниатюрные. Или даже какую-то крупную обувь, шапку, жилетку и так далее. Рекомендую вам начинать с маленьких форм. Но еще очень здорово можно сочетать валеные бусины с какими-то другими декоративными элементами. Например, на одном из мастер-классов, когда мы говорили о том, что выращивают, например, на Куликовом поле жители деревень, мы делали вот такое колье зеленый горошек. Как видите, здесь используются валеные бусины, фетр, проволока, нитки, ленты. Можно придумывать и другие варианты. А вот, например, бусина-птичка, которая тоже состоит из валеной бусины и декоративных элементов из фетра, хвоста и крылышек. Делается она очень просто. Можно ее носить как кулон. Выглядит очень эффектно. Итак, сегодня мы с вами познакомились с таким материалом, как шерсть. Поговорили о его свойствах. Выяснили, как проходит процесс мокрого валяния. Что можно сделать посредством сухого валяния. Как иногда можно смешивать разные материалы. О сухом валянии мы только начали наш разговор. Тут может быть огромная масса тоже разных приемов. Можно делать сложные, полноценные фигуры. Вот несколько работ, которые выполняла я сама. Даже если вы возьмете шерсть однотонную, можно сделать очень интересные работы. А могут фигурки быть и крупными. На изготовление вот такой, например, валяшки, как их называют, у вас уйдет наверняка не менее двух недель. А можно сочетать, благодаря сухому валянию, валеные и тканые элементы, например. Это наше занятие было ознакомительным. А теперь на каждой встрече я буду рассказывать вам о каких-то тонкостях, особенностях, хитростях, которые может применять мастерица. Ну и у вас будет уникальная возможность включать видеозапись и пробовать валять вместе с нами. А еще лучше, если вы придете к нам в музей, где проходят мастер-классы по валянию каждые две последние субботы месяца в 17 часов, мы ждем вас в музее Тульские древности. Будет очень здорово, если вы не только посмотрите на эти фигурки, но и попробуете сами сделать одну из них. Спасибо за внимание.